Место, где спасают жизни самых маленьких. Временно исполняющий обязанности главы региона Станислав Воскресенский познакомился с работой Ивановского НИИ «Материнство и детство». Ежегодно через клинические подразделения здесь проходит около 10 тысяч пациентов. В институт приезжают на лечение со всей страны, но большинство все же – жители Ивановской области. Мы заканчиваем год с хорошими показателями младенческой смертности. По данным оперативной статистики, показатель составляет 3,3 промилле и является третьим по качеству в стране. Это результат совместных усилий всех медиков, которые принимают участие в построении трехуровневой системы оказания помощи беременным, роженицам, родильницам и новорожденным детям. Здесь врачи борются за жизнь и здоровье каждого малыша. В Рио губернатора показали основные подразделения и их работу. Например, в этом отделении реанимации выхаживают недоношенных и маловесных детей. Вес самого крошечного пациента всего 800 граммов. Врачи уже наблюдают положительную динамику. Впрочем, динамику можно наблюдать и в развитии самого института. В следующем году мы планируем удержать наши хорошие показатели, внедрить новые методы вспомогательных репродуктивных технологий. Речь идет о предэмплитационной генетической диагностике эмбриона, о том, чтобы мы, выполняя программу ЭКО, были уверены в том, что у нас родится здоровый доношенный ребенок. Станислав Воскресенский отметил хорошее техническое оснащение и высокий уровень специалистов. В ней работают заслуженные врачи Российской Федерации, доктора и кандидаты наук. Президент России Владимир Путин озвучил беспрецедентные, на мой взгляд, меры поддержки демографии, меры поддержки рождаемости. Это, во-первых, пособие на первого ребенка, это будет около 10 тысяч рублей. Во-вторых, это продление программ материнского капитала до 2021 года. В-третьих, это компенсация части процентной ставки по ипотечным кредитам для молодых матерей. Ну и ряд таких материальных затрат, связанных с ремонтами детских поликлиник и так далее. Во всех этих программах Ивановская область примет участие. Кроме того, правительство региона намерено сохранить и продлить меры поддержки, которые действовали в регионе ранее. Это выплаты при рождении первенца до полутора лет, выплаты за третьего ребенка, а также студенческий капитал.